Олег Алексеевич, когда вам предложили стать амбассадором, какие у вас мысли были? Слушайте, уважаемые участники конференции, ну, во-первых, я благодарен всем жителям Крыма за то, что они вот такую прияду амбассадоров выбрали, и мне посчастливилось войти в их число. Это было достойно. 20 или 22 даже амбассадора было, которые достойно представляли Крым. Знаете, первое отношение было достаточно формальное. Знаете, как партия приказала, комсомол ответил ей, надо поехать. Все, тем более, позвонила Елена Юрченко, и как бы все срослось. Но я ехал, думая, что это будет формальное какое-то мероприятие, ну, выставка, ну, посидим, ну, туда-сюда и разговаривайся. Я не знал, друзья, что эта выставка перевернет мое сознание, что она оставит, ну, такой глубокий след в моей жизни, как и в жизни, уверен, миллионов россиян, 18 миллионов, прозвучала цифра, которые посетили эту выставку. Ну, во-первых, потому что я русский. Я долго живу. И первый раз на ВДНХ побывал в 1980 году, в год Олимпиады. И не было 12 лет, но я на всю жизнь запомнил ВДНХ. Я ходил по павильонам союзных республик и восторгался масштабами нашей великой страны. Я жил с этим всю оставшуюся жизнь, был комсомольцем, там, член КПСС, вступал и так далее. Я знал. Потом были 90-е годы, когда это все приходило в запустение, вешали эти павильоны. И когда состоялась эта выставка, когда я пошел пойти всем выставочным стендам, когда я увидел в Сахалин, то я просто аплодирую стоя администрации президента Российской Федерации. Это лучшая идея, воплощенная в жизнь за все последние 40 лет с 90-х годов. И я не знаю, я услышал, что президент сказал о том, что выставка будет работать, но я просил бы корпорацию развития и инициирую просто, чтобы подобная выставка в таких масштабах хотя бы раз в 5 лет проходила. Либо на постоянной основе. Мы сможем содержать там один свой стенд, каждый регион. Но чтобы любой житель России, входящий в жизнь, приехавший в Москву по своим делам, каким-то там столицам, мог прийти на ВДНХ и так же, как я в 80-е годы прошлого столетия, увидеть богатство, возможности нашей страны. И вот там зарождается патриотизм. Чтобы это мог сделать любой иностранный гражданин, любой супостат, который недооценивает сегодня возможности России, пришел и посмотрел, на кого они там тягивают и с кем они собираются бороться. Уважаемые присутствующие, любое мероприятие можно провести по-разному, в зависимости, кому поручить. Я считаю, что глава республики поручил, сделал правильный выбор, поручив трем женщинам, в моем понимании. Я не хочу никого обидеть. Олеся Батклина прекрасная женщина, мы с ней просто не пересеклись на выставке, и может быть я кого-то еще, но в моем понимании, что выставку сделали три человека. Это Кирига Ирина Валерьевна, зампредседателя, которая была общей организацией, это Ирина Васильевна Бойко, глава корпорации развития, и это, конечно, Елена Юрченко. Слушайте, но я знаю, какие возможности у нее были, они были минимальными. Иди, иди, организуй, всех, всех, всех. Но надо знать этого человека. У нее есть дело до каждого волонтера, у нее есть дело до каждого, она никого не оставит без внимания. С виртуозой, со всеми, она жила в поезде, она там как-то летала, как-то все это самое. Но для меня была квинтэссенция всей выставки, когда я увидел ее речь перед президентом Российской Федерации. Уважаемые представители средств массовой информации, если вы еще не прокрутили этот ролик, прокрутите этот ролик. Я хочу, чтобы каждый крымчанин увидел, как президент слышал Елену Юрченко. Потому что, ну, я сам окончил политучилище, но чтобы так не волноваться с чувством, с толком, с расстановкой и донести чувства крымчан, на этом нужно иметь талант. Уважаемая Елена Анатольевна, вам огромное спасибо за организацию. Я Ирине Валерьевне хочу сказать, поскольку она заместитель и представитель Совета Министров, она может, в моем понимании, вообще ничего больше не делать. Но свою золотую страницу в историю Крыма, если поддержите, хлопайте, пожалуйста, она уже пришла. Тем, кто нам показал, что президенту Российской Федерации. И это, я считаю, что глава республики обязательно должен поощрить и Ирину Валерьевну, и Бойко, и Ирину Васильевну, и, безусловно, не наказали. Спасибо. Я поощрена уже, Алексеевич. Тем, что мы должны все это продлить в республике Крым. Мы должны все это продолжить. Еще, прежде чем перейдем к вопросам, сказать, что Крымский стенд за время выставки породил несколько афоризмов, которые сегодня прозвучали на всю страну. Я, как я уже сказал, живу давно и думаю, много чего знаю. Но когда Елена Юрченко стала рассказывать про паштет печени вот этой улики крымской, слушайте, это было нечто. Второе, что меня поразило, это когда перед президентом она сказала, что у нас три моря. И я, человек на пятерку, знающий географию, думаю, ну вот это лажа, вот что дальше будет, и все. И вдруг я узнал, что у нас есть лавандовое поле. Ну и, конечно, знаменитые мурашки, за которые... Патриотические мурашки. Да, патриотические мурашки. Вот, поэтому мы действительно отдали душу, сердце этой выставки, и особенно ее, конечно, организаторы. Если мы готовы, пожалуйста. Давайте тоже, есть ли у нас вопрос в смс-су? Да, пожалуйста, пожалуйста. Да, как будет, Елена Валерьевна, если позволите. Я внимательный человек, очень внимательно следил, как кто что делает и представляет. Вот каждый из участников нашего стенда по-своему привлекал дополнительных туристов, дополнительных людей в Крым. И я помню, чего стоило, помните, дегустация закалинских вин, да, и других наших виноделов. Вы помните, как наши парфюмеры им представили натуральную косметику, сколько их заводов. На разрыв, вот я сейчас приведу пример, Ауштинский эфироматичный завод, это информация от дирекции. Они простояли на стенде практически, ну, не 200, там, 47, но 200 дней, да, вот их экспозиция была. За это время они ни копейки не потратили на рекламу, но при этом обороты продажи продукции увеличились в разы. Они об этом, как бы, официально, то же самое и с Крымской Розой, и с Тургеневской, ну, и с теми эфироматичными хозяйствами. Потому что продукция очень качественная, продукция натуральная, да, были ротраны все. Сколько было букетов из лаванды и ротраны, елку не раздали там эту? А, они не сказали совсем о елке, о елке. Наша лавандовая елка, которой мы удивились, сустав, ну, рекорд. Вот, и я, когда пришли сотни буквально людей, которые желали там со мной сфотографироваться, которые сегодня меняют маршруты и едут из-за Тайгана, там, мне все равно. Любят ли они Лючку, Шумучку, Львов, Тигров или меня, лишь быть они приехали в Крым, а не куда-то еще. Лишь быть они посетили наши отели, транспорт и так далее, и оставили свои деньги здесь. Я бизнесмен, я меркантильный, да, поэтому мне все равно. Нужно поехать на выставку, я поехал на выставку, и там раздавал пригласительные билеты, что мы уже там делали. Фотографировались, просто много отчастливили людей. И так каждый амбассадор мерил своих сил, возможностей. Экстрим Турин у нас тоже был. Да, очень интересный. Поэтому совокупно, совокупно, знаете, капля по капле долгой. Наладится логистика, полетят люди, поедут к нам огромными-огромными, так сказать, косяками. Крым этого достоин, Крым легко рекламировать, потому что второго региона на карте не то, что России. Мира нет такого, понимаете? Что бы мы сколько ни копались, ни предлагали, но у нас столько всего. И все на таком уровне, что не поехать в Крым, ну, это вот просто трудности сегодняшнего дня. Поэтому выставка прошла. Я, у меня сомнения, как будут здесь разрабатывать. Ирина Валерьевна будет, они умные, конечно, разработают. И все равно, мне кажется, только в центре столицы, в Москве, должно иметь представительство, где все регионы, 89 регионов, да, на постоянной основе или как-то представлено в экспоцентре. В экспоцентре будет большой павильон, где будет вот такая же выставка, только перенесена с Рубина Хава. Другим стендом, кто впечатлил вот каждого из вас больше всего и что понравилось? Так, в трех словах. Елена Анатольевна. Я не могу сказать иначе, потому что это мой город. Это, конечно, Севастополь. Прекрасная традиция. Каждый день начинался на стенде Севастополя с поднятия флага, с легендарного Севастополя. Никогда не крымчане, не севастопольцы, я могу это сказать, потому что я очень люблю в Крыму и Севастополе. Никогда мы не делили кроме Севастополя. У нас нет никакого разделения. И это еще больше было видно и чувствовалось вот именно там, на ВДНХ, на этом стенде. С любовью, с благодарностью к истинным севастопольцам, к настоящим севастопольцам, которые для традиции своих деток, которые являются истинным примером патриотизма. Спасибо. Алексей Сергеевич, какой регион вас впечатлил? Для меня на самом деле очень правильно, Леонид Анатольевна, напомнила первую декаду. И для меня стенд это однозначно один стенд Донецкой Народной Республики. Во-первых, очень тесная коммуникация произошла, поскольку у нас в рамках тематических дней, когда не посвященной молодежной политике, также делились на субъекты, мы всегда с новыми регионами всегда были вместе, с нашими историческими регионами. Мы всегда выпадали на одни и те же даты основные форматы активностей, общих, схожих. И для меня просто немаловажно, что, не называя там конкретных календарных дат, но несколько календарных дат в течение года получилось так, что вся молодежь, которая присутствовала на стенде, абсолютно по собственной инициативе надевала на себя георгиевские ленты. И вот молодежь Донецкой Народной Республики надевала георгиевские ленты. Других стендов особо с таким примером привести не могу. Задачи не было, но и инициативы не было. А здесь ребята не сговаривались, но ментально схожи, русские люди дух один. Поэтому для меня этот стенд однозначно, стенд Донецкой Народной Республики. Спасибо, Ирина Валерьевна. А меня поразил не стенд, а павильон Сбербанка. Технологиями, высокими технологиями, умным думом, невероятным переносом в историю у них были интерактивные стены, которые вначале тебя погружали в 18 век, в 19, в 20, в 21, потом в будущее. Меня вот этими высокими технологиями и наполнением поразил Сбербанк. Спасибо, Олеся Андреевна. Ирина Валерьевна, с учетом того, что я работала в цифре, когда-то за цифры отвечала в Республике, конечно же, больше всего поражали цифровые стенды. Ты когда смотришь на стенд, где привлечены технологии, ты просто удивляешься. Стенд, где был робот, который с тобой разговаривает. Стенд Белгородской области, по-моему, у них такой экран был интересный, кубиком, и он показывался. И, конечно же, все стенды прекрасны. Цифра – это перевод, это движение, да. Но в цифре нет души. А душа самая яркая, самая была только на стене Республики. Ну, у меня душа там радовалась, просто обеспредила. Особенно гордость брала за севастопольцев, которые очень достойно представляли песни, пляски, исторические всякие конкурсы напротив Краснодарский край конкурсами. Но просто я уже выучил там все эти моря и так далее, пока стояли там. Вот, как они без устали, да, Смоленская область, Тула, Прянск, Белгород, Грандиозный. И как выставкой все регионы поддержали, когда в Белгороде была беда, когда в Севастополе 23-го, как все несли цветы вот эта поддержка. Ну, ты лукавишь. Я знаю, что тебе понравилось больше всего. Слушайте, ну я... Курские просторы, свои посоловьиные края. Вот, но особенно мне понравилось, уважаемые друзья, как было освещено это мероприятие, какой был стенд у Вести России, да. И как шли репортажи с выставки, сколько ребята положили труда организационного, они не пропускали ни одного знакового мероприятия. И эта подача на всю страну и на весь мир, вот, она сделала свое дело. Просто вот эти 18 миллионов, они ведь не так просто пришли, не так просто была продлена эта выставка, которая должна была закончиться. Когда она первоначальная планета? В апреле, да. В апреле, в апреле. Вот, прекрасная идея, потому что вот этому празднику не хотелось, чтобы это все кончалось. И то, что до июля месяца продлина совершенно правильное решение, вот, обрадовало, вот, но освещение было на высшем уровне, ярко, сочно и просто хотелось туда идти. Поддержанность здесь, в Министерстве информации, внутренней политики, поэтому тоже... Но стендов огромное количество, просто никого не бросают. Все, Исченская республика, ну, всех абсолютно, везде ждали, везде встречали, везде удивляли. Вот, поэтому. Спасибо большое. Мы работаем больше часа, наверное, давайте будем идти готовиться к нашей местной выставке теперь, да? Будем на нее работать. Тем более, что я понимаю, что все устали и всем огромное спасибо, кто в этом принимал участие. Но готовы повторить? Готовы? Готовы? Говорите. Теперь у нас в регионе. Спасибо большое всем, пресс-конференция окончена. Спасибо. 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 Спасибо.